добрый день дамы и господа всем привет отзиты из солнечной канады сегодня мы с вами идем в магазин никло мы все его очень любим можно сказать обожаем посмотрим что у них есть нового что хорошего примерим приятного просмотра всем зрительницы всем привет с примерченными клон если не забыл накрасить губы потому что все время эти маски 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 я в общем вышла из дома без помады и так проходил на работе без помады пришла в магазин без помады в общем вы меня узнаете надеюсь короче на слайдный клуб смотреть что есть нового интересного особо ничего нового нет интересного но есть кое-что и сейчас я вам покажу что я взяла тут у меня есть свитер один он на самом деле у меня появился вот цвет такой травяной и это какая-то 3d вязка там долгое есть объяснение я потом может за сниму 40 долларов и я взяла просто чтобы был какой-то у меня тут потому что мы очень много ботом сегодня вот эти юбки появились новые стёганые такие юбки потом вот эту типку в клетку я хотела не померить интересно такая шубочка башка из коллаборации jw эндерсон тоже хочу померить вот это все еще и месси на остатки от инессы интересно вельветовая куртка мне стало интересно посмотреть за меня и вот эти вот брюки пилоты тоже инессины которые я давно хотел померить сейчас наконец у меня дошли до них руки и у меня там еще есть несколько вещей снаружи которые меня ждут я их потом принесу когда по мере все вот все что здесь у меня есть ну и мой сегодняшний образ я губы не накратила пришла в джинсах в общем короче ну сейчас я сниму пальто и покажу вам на самом деле что не надетом я сегодня джинсах и джеки минуту нет он не был мятым нормальный я сегодня выскочила знаете как у нас очень полно неприятно противно и почему не дать девашек я надела джинсы на себя вот это такая у меня спортивная в общем как бы худи но она на самом деле кашемировая очень теплая в замке с капюшоном и вот такой наделый пиджак из магазина депп ходи из по-моему джинсы культюр у нас есть такой бренд джинсы по-моему зара ботинки не помню брошечки на винтажные смотрите какие красивые специально подобрала вот к этому такой все в голубом футоне в общем это просто премисть в восток если я вам еще не надоелся с винтажными брошками я буду показывать и продолжать хорошо давайте будем мерить и начнем мы с юбок наверное свитера и в общем я себя особенно показываю сегодня потому что мой бейкап не завершён поэтому так вот я буду прикрываться телефон первый комплект у нас это юбка одеяла которая мне в принципе нравится единственное что за счет того что она такая вот объемная сама по себе она как бы прибавляет объем или это зеркало прибавляет или то я прибавила в объеме теперь на юбку киваю но в принципе она классная тем что во первых она очень теплая во вторых есть карманы третьих она очень как сказать ее можно делать на разные размеры здесь вот есть раз два три три четыре пять кнопок и я вам сейчас покажу как ее можно перестегнуть вот этот в принципе размер медиум она мне хороша но если вдруг вы немножко поправитесь наберете весу вы поймете я сейчас вам покажу как можно с ней хорошо жить при 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 наборе веса она кстати вот такая вот запахом мне сегодня принесем подходящий например клюбов нет и ботинки под джинсы на самом деле я не подумала на владеет высокие сапоги это все выглядело по городу симпатичнее ну вот так не подумал вот и вода цвета который это размер медиума и он принципе вот его можно делать вот таким вот длинным что совсем некрасиво с этой юбкой так а можно вот так поднять что тоже не очень красиво с этой юбкой но лучше чем натягивать его на себя вообще этот свитер не знаю с этой юбкой может даже мой бы свитер был быть и лучше не надо было бы что-то заправить в общем как-то так так девчонки что он скажу свитер не рыб не мясо ничего такого не цвет не фасон как-то так не показался цвет красивый на вешалке на полке а так на юбка классно во первых она теплая вернее это уже в третьих кроме того чтобы видеть карманы ее можно на разные размеры носить то она еще и теплая потому что это самая настоящая такая расстроченная короче потом сниму и покажу ну в общем классно юбка хорошая юбка она в разных цветах есть такая бортовая есть есть такая зеленая синяя черная получил я покажу потом идут с ним смотрите во первых она стала есть такая подкладка из флиса что делает довольно теплой а потом вот что я вам хотел показать смотрите ой вот здесь вот такие кнопки видите набор кнопок вы можете застегнуть вот так вот как положено на последнюю кнопку а если вам не очень комфортно то вы можете застегнуть на эту и даже на эту и естественно они все находятся на равном расстоянии то есть если вы застегнете вот на эту вот кнопку то вы просто там дальше тоже застегнуть не по порядку и в общем таким образом вы можете увеличить на пару размеров единственное что тогда возможно что если вы так и застегнете на неправильную так скажем кнопку то станет запах намного меньше хотя в принципе мне кажется здесь есть довольно большой запас а и здесь вы тоже есть еще кнопку чтобы у вас она не распахивалась только я не вижу смотрите как интересная вот такая вот штука плястик такой что вы можете закреплять и что вы можете закреплять и не застегивать кнопку а если вы хотите ее расширить то можно застегнуть на эту кнопку понимаете то есть у на ростов вашего вашего тенца в этой юбке следующая юбка это такая юбка в клетку из пальтовой ткани немножечко так она раскрашена видите здесь таких как тут линия расширяющиеся типа годы прекрасную юбку мне она очень нравится тоже размер medium сидит она очень хорошо здесь такая немножко резинка есть чтобы она хорошо прилегала и в принципе она хорошая юбка такая базовая хорошая для офиса удобная ходить в ней куда-нибудь на работу или вообще куда угодно она очень теплая толстая ткань я посмотрю состав ну конечно я думаю что скорее всего это не шерсть ну как бы а вдруг в общем так хорошая юбка мне нравится она хорошо сидит красивая красивая расцветка они тоже есть в нескольких расцветках есть есть такие бежевая в елочку есть серая по моему елочку есть какой-то там рубчик в общем тоже покажу вам сниму но вот этот мне очень понравилась расцветка клетка с собой шубу тэдди это jw андерсон не помню сколько стоит посмотрю потом размер смол почему потому что не было другого это единственное что осталось было вот это смол и было экстра экстра ларч такого горчичного цвета я хотела на белую посмотреть на белую и нам конечно маловато если я начну застегивать застегнется она на меня достигнется конечно но в общем с трудом я и застегнула в принципе застегнула на юбку на свитер конечно это смол и мне надо было бы не делали даже варч как это на куцовато коротковато мне кажется она должна быть по длине и возможно что больше размер был бы длиннее нам увидела лучше ну как-то она не очень мне кстати двух видов мех позвали искать мех вот это вот основная часть и руках немножко покрупнее покрупнее медведь как-то куцеваты тепловаты после дешево выглядит она не знаю мы растем в виде она выглядит лучше опять же может быть если бы она была больше размера это было чтобы она бы выглядела лучше нос чешется к деньгам да ну вот она смол размер смол стоит она 70 долларов но она конечно не очень дорогая и также внутри у нее такая знаете как флис такой подкладки нету это очень удобно я вам хочу сказать потому что обычно такие вещи но все на свитера и даже для когда я надевал этот флис он подкладка такая скользкая легко надеть на свитер вот этот флис цепляется за всем не страшно можно надеть в принципе но смотрите как это очень красиво единственное что вот это вот отсутствие воротника дает вам место для фантазии надевать красивые шарфы в общем вот такой медведь у нас стоит 50 долларов размер состав у нее 37 процентов полиэстер 33 шерсть 30 акрилик ну в общем какая то шерсть присутствует уже хорошо стоит она 50 и вот я хотела вам показать у него здесь у нее здесь вшита пояс такая вшита пояс такая резинка делает ее такой стретчинг это резинка вот здесь вот сшита это очень удобно еще одна вещь это кюлоды из коллекции Нессы наша любимая Несс де ла фризанш что сказать они неплохие на мой взгляд неплохо в общем даже можно подумать что это юбка на пять минут только вот если сделать вот так вот тогда видно что это брюки я решил поместить свои кофты мне что-то совсем-совсем не нравится этот свитер который я принесла не цветом и фасоном своим как-то все плохо но вот совсем неплохие они правда же мне кажется что они очень очень симпатичные если одеть их конечно со стойкими сапогами трубы не с этими ботинками с этими ботинками они вообще никак то я думаю что они будут смотреться совсем неплохо они такие знаете свободные просторные это размер шелест я сейчас покажу вам размер посмотрим состав они тоже были по моему в двух цветах или в трех цветах они были серые они были такие бежевые по моему черные так значит это размер 6 стоит они 60 долларов они по-прежнему по-моему не на селе они по-прежнему еще заполнен цену у нас и при ближайшем рассмотрении на такой материал знаете как трикотаж так вот название написано просто джерси то есть это как трикотаж и состав я не нашла не нашла чего они сделаны но если посмотреть внутри видите видно что это как трикотаж а я думала что это какие-то что-то из ткани такой типа с полушерстя и что-то такое но нет окей вторая часть нашего муризонского балета я еще пришла вот такую юбку вот такие тоже трикотажные брюки короткие и вот такой пальто это не пуховик а как будто бы пуховик но она конечно более тонкая мне очень хотелось его померить было интересно мне нравится его цвет мне нравится такой его знаете нестандартная пуховичность не совсем пуховик а такой какой-то просто вот пальто но при этом она вроде как теплая камень посмотрите как-то совершенно неожиданно мне понравились эти брюки они сделаны из какого-то такого типа трикотажа то есть в общем такие теплые толстые спортивные штаны не выглядят они как брюки они укорочены в принципе это пилоты но опять же их надо носить с высокими сапогами которые трубами уходят внутрь а вот с этими ботиночками это конечно такое уродство легонькое но в принципе мне они понравились они тоже есть разных цветов они так вот хай-вейст высокая у них талия они неплохо сидят в карманчике и главное что они очень удобные они совершенно такие знаете трикотажные как ну вот спортивные штаны нигде не жмет не трет ничего ну в общем выглядит как брюки классная вещь не в таком конечно в такой комплектации не в таком варианте не смотрите на эти обрублены обрубленные ножки ботиночками в двух местах поверьте всех абсолютно всех стилистов это абсолютное но если вот и ходить с высокими сапогами это будет классно не сожжая с собой вельветовую эту куртку от инесси она размер large именно я хотела вот большую объемную чтобы посмотреть как она выглядит она такая вельветовая крупного вельвета и она мне очень нравится если честно и даже вот с этими крюками она вообще очень подходит по цвету именно вот такая вот большая именно размер large мне нравится хорошая вещь такая качественная приятная смол значит стоит они 40 долларов это размер смол ну вот посмотрите снова на вешалке видео что вело меня в заблуждение ну то есть если это смол то размер видео вес смелым это не такие вот как как трикотажные штаны спортивным костюмом конечно полиэстер мы правда что они такие удобные если бы еще был размер медиум я вообще в него плавалась как в больших таких брюках спортивных как они так чуть-чуть так облегли я подумал ну ладно они растягиваются и цепей но если это смог я конечно конечно смогу поклоня надеть меди еще я принесла такую юбку в клетку запахом с пупочками стас я пока оставила с этой курткой потому что мне кажется они очень подходят другу такой богем как знаете это правда красиво нравится мне эта куртка во всех ее вариантов да может быть ваш не великоват может не надо было потому что здесь очень рукава длиннее на самом деле просто я рукава всегда закатываю сейчас я закатаю вам покажу смотрите если закатать рукава то в принципе это уже не выглядит они не выглядят так огромные на самом деле вещи оверсайз сам большой проблем это длинные рукава на их можно закрутить или можно даже подложить так знаете на две ниточки подхватить и тоже будет нормально в принципе плечи большие но это классно мне кажется на свитер можно надеть очень нравится эта куртка просто очень они тоже были разных цветов по-моему есть такие с молочные есть вот эти вот такой вот горчичневый это тоже иные стены фрезанш только по моему прошлый раз когда я примеряла ее вещи их не было мне кажется что-то новое но я не видела тогда были пальто очень много пальто пальто все у нас раскупили а вот эти вот куртки сейчас появились или они где-то были может просто я их не замечала так хочу показать без куртки значит она вы не подумайте что чтобы ее одеть нужно эти кугольцы расстегнуть у меня здесь есть замок и вот она сделана тоже есть разных цветов она вот такая приятная коричнево-красная по моему клеточка очень интеллигентная расцветка хорошая длина хорошая ширина сидит хорошо это тоже размер и вот эти вот фейк запах фейк пуговицы они настоящие они настоящие на самом деле действительно расстегиваются нет не расстегиваются в общем-то неважно на самом деле она красивая правда такая деловая в офисе и девочки пальто мне очень нравится пальто вот как ни странно она совершеннейшее одеяло но совершеннейшее одеяло если вы пойдете в айки это там всякие заложено вот такими одеялами вот именно такого цвета я буду считать и по качеству как бы то одеяло и они тоже таки не очень простеганное в общем не совершеннейшее одеяло но почему-то оно мне нравится не знаю есть нам что-то или цвет то ли вот не знаю сейчас я его застегну и правда классно я не знаю что в нем такое но вот это не традиционность пуховик нетрадиционной ориентации пуховик не совсем пуховик а в общем такой просто он даже не простеган и носить универсайз посмотрите какие у него это медиам размешивать какие у него рукава кстати под моим прошлом видео где я видела пуховики не одна девушка написала что вот вот я не тем что у него узкая пройма и когда зимой носишь свитер или пиджак то под пуховик не засунуть его а вот здесь можно засунуть вагон и маленькую тележку слона можно заснуть но в принципе я смотрю на состав мне не думаю что это такой классический пуховик который можно носить зимой скорее такая осенне и весенняя версия наверное но тем не менее конечно не на холодную зиму но я сейчас проверю что у нас состав ну в принципе я учусь не стою не так жарко вот вы видите размер гнью стоит он 160 долларов наших канадских и у него вот ткань из которого сделано стопроцентно как подкладка конечно полиэстер и филинг сто процентов полиэстер вот этого то что у него внутри это конечно не пух перо это конечно не на холодную зиму это скорее такой на осень но в принципе по ощущениям он довольно теплый хотя конечно на зиму не холодно но размерчик не понравился смотрите это написано что это коллекция которая была создана в париже парижском интерьер артистик директор кристоф ле-марье 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 не знаю как произносится ну в общем я думаю что тоже какая-то коллаборация хотя нигде ничего не написано вот понимаете вот этот вот этот пройма конечно она мне очень впечатлила здесь нигде нету индикации что это какая-то коллаборация но тем не менее здесь какие карманы окей значит юбка у нас размер не идем стоит она 40 долларов и она сделана из 68 полиэстер тридцать восемь район и два процента спандекс ну то есть конечно шерсти в ней нету но это было и понятно вот видите у нее здесь замок и и что хочу сказать что вот видите на поясе сшита резинка такая также как и в другой юбке чтобы это очень эта резинка это очень удобно очень комфортно нигде не смертный дарит сегодня все надеюсь вам понравилось надеюсь вам было интересно надеюсь вам было полезно в следующий раз обещаю обязательно накрашу губы не забуду все девчонки подписывайтесь на мой канал ставьте мне лайки дизлайки что вам хочется как вам больше нравится если понравилось ставьте лайки если нету дизлайк ну что нельзя всем нравится все увидимся с вами в следующем видео люблю целую пока пока